Девушки отдыхают The Immortals of Terror, A Peri-Rodin Adventure. Это игра, которая оставляет по-настоящему приятное впечатление. Хроники Нарнии, Принц Каспиан. Неоднозначный проект с масштабным сюжетом, превосходящий свой экранный прототип во всем. Всем привет! В эфире снова Фак и я, Влад Лехов. Фак это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, ближе к делу. Age of Conan от норвежцев из фанком это как раз та редкая современная онлайн игра, которая а. хоть немного оригинальна и б. не похожа на World of Warcraft. Ну а крайне необычный сеттинг и несколько любопытных геймплейных находок превращают Age of Conan чуть ли не в самый инновационный ММО проект этого года. Онлайн-РПГ Age of Conan, основанная на книгах Роберта Говарда о самом известном фэнтезийном герое Конане Варваре, отправит вас в мрачный мир, где опасности подстерегают на каждом шагу. Жестокие боги, мифические чудовища и, конечно же, сами люди обещают сделать существование тяжелым и безрадостным. Выжить помогут лишь грубая сила и темная магия, с помощью которых удается не только обезопасить себя, но и стать настоящим вестником смерти, обретя славу великого воина. Мы начинаем игру в роли тщедушного крепца на Варварской галерии. Пока наш герой исправно машет веслом под барабанную тропь, параллельно происходит процесс генерации персонажа. На выбор нам предлагается три расы. Во-первых, это кимерийцы, дикие народицы, племенники самого Конана. Во-вторых, стигьянцы, мудрецы, волшебники и вообще цивилизованные люди. И, наконец, в-третьих, аквилоняне. Не такие цивилизованные, как стигьянцы, но и не дикари вроде кимерийцев. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Age of Conan Heborian Adventure займет 11 ГБ. Расы понятия, конечно, достаточно условные. Все герои Age of Conan вполне нормальные люди. Причем абсолютно друг на друга не похожие. Местный редактор персонажей по количеству функций не уступает даже Sims 2. На этой же стадии нужно определиться и с будущей профессией. Выбор, конечно, невелик и вполне стандартен. Воин, священник, убийца. Но по ходу прохождения ваш навык будет видоизменяться. И принимать самые непредсказуемые формы. Кстати, первые два десятка уровней вы будете играть не в онлайне, а проходить одиночную сюжетную кампанию. Одним словом, геймплейных нововведений из Age of Conan хватило бы на десяток простеньких игр. Пятерка за игровой процесс. Внешне Age of Conan напоминает какой-то безумный и крайне брутальный слэшер. Драки здесь настолько натуральные, что того и гляди с экрана прямо на клавиатуру полетят вражьи зубы. Пять баллов за графику. Когда встречаешь первого NPC, камера демонстрирует шикарные ракурсы, а из колонок раздается профессионально озвученный монолог. Разработчики пригласили огромное количество актеров, которые записали все диалоги и наградили NPC узнаваемыми голосами. Пятерка за звук. Когда играешь в Age of Conan, создается такое впечатление, что имеешь дело с какой-то художественно-режиссированной адвенчурой, а не хардкорной онлайновой игрой про немытых варваров. Hiborion Adventure. Проект по-настоящему качественный и интересный. Пятерку получает сегодня онлайн-РПГ Age of Conan. Hiborion Adventure. Кстати, одна голливудская киностудия выступила с официальным заявлением о том, что же вовсю работает над новым фильмом по мотивам Конана. Причем в продюсеры был приглашен Акира Голдсман. Человек, за чьими плечами уже есть опыт работы над кодом да Винчи и оскароносными играми разума. Так что проект получился по-настоящему глобальный. Да и вопросов по игре пришло немало. На некоторые из них мы ответим прямо сейчас. Вопрос. Как мне отстроить цитадель и вызвать других игроков на турнир? Ответ. Чтобы принять участие в войне, гильдиям необходимо посетить пограничное королевство. Огромная область в мире игры, где выделены участки под гильдии. Тут можно возводить свои бастионы со стенами, зданиями и катапультами. Но будьте осторожны. Из-за ограничения количества мест под цитадели гильдии будут биться особенно ожесточенно. Вопрос. Что делать, если я не смог купить нужный мне предмет ни у купцов, ни у других игроков? Отвечаем. Отправляйтесь в торговое поселение. В других играх его часто называют аукционом. Здесь вы сможете купить или продать любой интересующий вас товар, даже если он очень редкий. Вопрос. А зачем нужны несколько щитов и как они помогают спастись от ударов? Отвечаем. Каждый щит избавляет вас от 20% урона. Соответственно, один будет пропускать 80% удара, 2,60, а 3,40. История приключений Колобка, известного под именем Гамбой, началась в 2006 году, когда никому неизвестная студия Синемакс выпустила свою игру Гамбой Крейзи Эдвенчерс. Этот проект был привечателен своей простотой и ненавязчивостью. Пусть он и не снискал мировой славы, но узкий круг фанатов сколотить сумел. Видимо, для их услады разработчики решились выпустить сиквел Гамбой Турнамент, о котором мы расскажем прямо сейчас. Гамбой Турнамент Крайзис или эпические похождения убийцы из Ассасин Скрит. В первую очередь, конечно же, оригинальная манера исполнения и незамысловатый игровой процесс. Такие игры сотнями роятся на офисных компьютерах и даже выделены в отдельную категорию так называемых казуальных игр. Системные требования у них соответствующие. В частности, Гамбой Турнамент потребует от вас процессор на частоте 1 ГГц, 128 МБ оперативной памяти, 64 МБ видео и всего 50 МБ на жестком диске. Гамбой Турнамент Гамбой Турнамент Пакет также не блещет оригинальностью и вполне ожидаем. Классическая библиотека 8-битных спецэффектов и незамысловатая музычка. Наша оценка звукового сопровождения 3 балла. Гамбой Турнамент Гамбой Турнамент игра на один вечер или же на целый рабочий день. Да-да, именно так. В нее можно играть бесконечно долго, когда не хочется работать, но в качестве отдельного развлечения она слишком слаба. Но если вас не пугает архаичная графика и вы страдаете от нехватки примитивных аркад на жестком диске, то знакомство с Гамбой Турнамент это то, что надо. Наша общая оценка игры 3 балла. Если в свое время вы с радостью гоняли такие аркады, как Гиш и Локу Року, то Гамбой Турнамент вам определенно придется по душе. В игре есть все, что отличает качественную аркаду. Простота управления, классические спецэффекты и необычный антураж. Но графика сводит на не все эти достоинства. Игре самое место в музее Дарвина. Для тех из вас, у кого остались еще сомнения на этот счет, наши ответы по прохождению Гамбой Турнамент. Первый вопрос. Можно ли как-то изменить вид вращения шарика? Отвечаем. Да, это совсем не сложно. Зайдите в настройки игры и найдите там пункт контроль. Существует два вида вращения. Дирекшнл и спиннинг. Первый стоит по умолчанию. Когда шарик находится в нем, то вращение происходит автоматически. Вы набираете только направление. В режиме же спиннинг игрок лично контролирует вращение. Мышь при этом не используется. Только клавиатура или джойстик. Следующий вопрос. А сколько всего уровней в этой игре? А то я все играю, играю, а она не заканчивается. Отвечаем. В общей сумме количество уровней составляет 80. Это 4 локации по 5 уровней в каждой. Итого 20 уникальных сцен. Плюс каждая из них может быть открыта в 4 различных игровых режимах. Уровни сложности всего 5. Различаются они скоростью вращения и перемещения шарика. Следующий вопрос. Можно ли в режиме мультиплеера включить ботов вместо реальных игроков? Отвечаем. Да, у игры есть такая возможность. Мало того, вы можете объединять боты в команды и устраивать групповые забеги по уровням. Смотрите далее. The Immortals of Terror. A Peri-Rodon Adventure. Это игра, которая оставляет по-настоящему приятное впечатление. Хроники Нарнии. Принц Каспиан. Неоднозначный проект с масштабным сюжетом, превосходящий свой экранный прототип во всем. Смотрите далее. Хроники Нарнии. Принц Каспиан. Неоднозначный проект с масштабным сюжетом, превосходящий свой экранный прототип во всем. The Immortals of Terror. A Peri-Rodon Adventure. Это игра, которая оставляет по-настоящему приятное впечатление. Важная информация для тех геймеров, которые по совместительству являются продвинутыми поклонниками граффити-культуры. На сайте urbanii.su проходит контест на лучший скетч для одной из стен московского скейт-парка. Так что отвлекись от игровой реальности. Все, что нужно сделать, загрузить свой скетч на сайт, а затем кидать ссылку всем форматным френдам. Пользовательское голосование определит лучшую работу, автор которой поедет в Москву и лично забомбит стену в скейт-парке. А теперь вернемся к играм. Всего спустя пять дней после мировой кинопремьеры «Хроники Нарни» и «Принц Каспиан» появились и на экранах наших мониторов. В обход заведенной традиции клонирования сюжетной линии, компьютерная версия приключений героев Клайва Льюиса во многом переросла и расширила оригинал. Как это выглядит непосредственно в действии, вы узнаете прямо сейчас. Итак, перед нами вторая часть игровой серии по мотивам знаменитой детской книги писателя Клайва Льюиса. Игроку предстоит возглавить армию принца Каспиена и освободить земли Нарни. Юношу преследует некий коварный лорд Мирос, который захватил трон в этой волшебной стране. Надежда только на дружную четверку героев из нашего мира. Питер, Люси, Эдмонд и Сьюзан снова спешат на помощь. Здесь мы можем играть за любого из более чем 20 персонажей, в том числе и за волшебных существ Нарни. При этом у каждого героя есть свои уникальные умения, которые нужно грамотно использовать в нужных местах. Одна из особенностей игры — открытая нелинейная структура уровней, открывающая разные варианты прохождения. Также доступен кооперативный режим с возможностью присоединения в любой момент. Системные требования Хроник Нарни таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 8 ГБ на жестком диске. Игровой процесс Хроник Нарни неоднозначен. Судите сами. С одной стороны, масштабные работы сценаристов из натаков пера, а с другой — вселенная, втиснутая в простенькую аркаду. Нет, играть, конечно, интересно, но минут за 40 беготня и тупое кликанье мышкой надоедают до смертной тоски. Никакими особенными фишками игра похвастаться не может. Все это мы видели уже не один раз и в Рататуе, и в Железном Человеке, о котором мы рассказывали совсем недавно и во многих других подобных проектах. Единственное отличие — теперь бездумная Мочилова и решение элементарных головоломок происходит в антураже Королевства Нарни. Наша оценка геймплея — 3 балла. В плане графики в первую очередь хочется выделить видеовставки. Пожалуй, это самая сильная часть видеоряда. Конечно, они не сравнимы с картинкой на большом экране, но все же. Движок же у игры откровенно слабоват, и буйством NextGen технологии похвастаться не может. Наша оценка графического оформления игры — 3 балла. Со звуком дела обстоят несколько лучше, но также ничего выдающегося. Стандартный набор спецэффектов и в меру героическая музыка. Наша оценка звуковой составляющей игры — 3 балла. В заключении отметим тот факт, что хроники Нарнии «Принц Каспиан» изначально позиционировалась как опция к фильму. То есть у разработчиков не было никаких претензий в плане самостоятельности проекта. Однако во многом компьютерная игра получилась интереснее, чем фильм. И дело тут не пресловутой нелинейности уровней. Эта заслуга исключительно техническая. В игру, пусть даже в такую неважную, как эта, можно вместить гораздо больше, чем в 2 часа кинопленки. Наша общая оценка хроник Нарнии «Принц Каспиан» — 3 балла. Проект хроники Нарнии «Принц Каспиан» оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, перед нами добротный экшен на модную тематику. С другой же, он не выдерживает никакой критики по сравнению с тем же «Властелином колец», вышедшим аж 2 года назад. Действия тут на порядок меньше, а вот всяких головоломок, которые лишь снижают темп игры, неоправданно много. Решение некоторых из них мы разберем прямо сейчас, отвечая на ваши вопросы по игре «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Первый вопрос. Как переключаться между персонажами и чем они отличаются? Отвечаем. Переключение происходит по нажатию клавиши «Ф». Ее нужно нажимать в непосредственной близости от того героя, которым вы хотите управлять. У каждого персонажа есть своя уникальная спецификация. Грифон может летать или парить. Гном пролезает там, где другие застревают. Минотавр оселен в рукопашной схватке. Эльф предпочитает стрельбу на расстоянии и так далее. Ход игры сам подсказывает, какой герой в данный момент нужнее. Следующий вопрос. А что означает свечение предметов в руках моих героев? Отвечаем. Это признак того, что оружие прокачено. Серебряная аура означает то, что качество девайса возросло на короткий срок. Золотой цвет на продолжительное время. А если ваш меч приобрел синий орел, это знак того, что его качество повышено навсегда. В плане щитов все несколько проще. Серебряный цвет – признак незначительного улучшения защитных параметров. А золотой – значительный прирост характеристик. Следующий вопрос. Время от времени я встречаю сундуки и после того, как наберу нужное количество ключей, открываю их и вижу сообщение про бонус. Что мне это дает? Отвечаем. В сундуках действительно скрыты все различные бонусы. Некоторые из них затрагивают сам игровой процесс. То есть открывают секретные уровни или локации. А другие отмечают за фанатский сектор. То есть открываются возможные концепт-арты, игровые клипы и прочие директоры скат-фишки. Следующая игра – The Immortals of Terra – A Perry Roden Adventure. Приключение по мотивам легендарной серии немецких фантастических новелл Perry Roden. Первые произведения вышли аж в 61-м году. За это время разными авторами было написано около двух с половиной тысяч книг. Непростую задачу – уложить все это в яркую и интересную адвенчуру – взяли на себя студия Free D.I.O. и издательство Deep Silver. Смотрим. Игра начинается спустя три тысячи лет после того, как главный герой серии Perry Roden связался с инопланетянами и обрел бессмертие. Покой ему только снится. Боевые роботы-пришельцев похищают лучшую подругу Perry – Мондру Даймонд. Действовать придется в условиях, приближенных к шпионским триллерам. А официальные власти чинят героя препятствия, невзирая на его статус великого и всемогущего. Авторы заявили 25 часов игры, нетривиальные загадки, разнообразные локации и множество ярких персонажей. Игра поступила в продажу 20 мая 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ видео, а также 3,5 ГБ на жестком диске. Игра проходит в стиле point-and-click игра. В основном наши действия состоят из разгадывания загадок для того, чтобы разобраться в происходящем и попасть в интересующие главного героя места. В игре представлены как информационные задачки, так и те, которые основаны на использовании предметов из инвентаря. К сожалению, при всем разнообразии игры, беседы будут проходить линейно. Никакого выбора ответа или вопроса у вас не будет. Управление игрой вполне простое и удобное. Особенно возможность бега, быстрого перемещения в следующую локацию и превью другой локации. Наша оценка геймплея твердые 4 балла. Внешне игра выглядит достойно. Каждая локация не просто место действия с парой анимированных игровых объектов. Это элемент огромного живого мира, в котором есть все. Космические корабли на заднем фоне, снующие по комнатам роботы, люди и представители инопланетных рас. И все это очень неплохо прорисовано. Дополняют это великолепие качественные видеовставки. Выглядит все очень хорошо, но всегда хочется большего. Поэтому наша оценка в внешних данных только 4 балла. Озвучка игры также не подкачала и выполнена на достойном уровне. К ней мы придираться не будем. 5 баллов за звук. А вам предлагаем послушать фрагмент из игры. В целом вся игра получилась достойной. Ни одна из ее составляющих не должна вас разочаровать. Возможно придраться есть к чему, но мы этого делать не станем и поставим общую оценку игре 5 баллов. Игра, которая оставляет действительно приятное впечатление. Внешний вид, озвучка, геймплей, все это выполнено очень хорошо и затягивает на долгие часы. Если вам тоже понравилась эта игра и возникли проблемы с прохождением, не пропустите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Подскажите, а как отвлечь охранника в самом начале игры, чтобы улететь на корабле? Отвечаем. Сделать это не очень просто, так как данное задание основное для прохождения первой части. Для начала вам нужно попасть в комнаты Перри и Були. Для этого посмотрите на номера их комнат над соответствующими дверями. Затем включите электричество в этих комнатах, подобрав на терминале символы, соответствующие данным цифрам. При этом учтите, что номер комнаты указан только для Перри. Для Були надо ввести код, используя знаки плюс или минус под колбами. И это только начало. Надеемся, что остальные загадки для отвлечения охранника у вас получится решить самим. В итоге вам нужно будет вызвать человека голограмму в ангар, чтобы отвлечь на него охранника. Следующий вопрос. Помогите выбраться из тюрьмы, но никак не получается. Отвечаем. Для начала возьмите со стола стакан, ложку и еду. На левой стене используйте стакан, чтобы проявить тайное послание. Затем, используя ложку, между полом и левой стеной нужно достать металлическую палку. Эту палку используйте несколько раз на защитном поле. Когда выберетесь, не забудьте забрать свои вещи из специального отсека. Рады были помочь вам в прохождении последних игровых новинок. Меня зовут Влад Лехов, это был Фак. До свидания. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте muzdefistv.ru. Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!